Дело было в 9.00 по Омску или в 6 по Москве. Во дворе стояла машина ВАЗ-2111 2001 года. Обойдя вокруг, я наконец-то нашел багажник. Багажник открыл и увидел. В багажнике лежали обрезки бров трубы 20 на 30. Куски были маленькие и несколько больших по 2,5 метра. И какие-то доски я начал все доставать. Закрыл багажник и приступил к работе. Нашел несколько обрезков доски 50 на 150. Разложил на них трубы. Старался делать аккуратно, ведь я подошел к делу очень ответственно. Бруски выполняли функцию равного и сухого пола, так как прошел дождь и промок пол. Точнее не пол, а бетон. Две длинных трубы положил по краям, два коротких отрезка положил сверху. Всю конструкцию скрепил углами магнитными. Выставил углы, пришло время поработать сваркой. Металл был тонкий и ни в коем случае не надо было его прожечь. Поэтому выставил очень маленький ток. Такой маленький, что даже не мог поймать дугу. Когда поймал дугу, приварил, а точнее прихватил, два угла. Когда прихватил, два угла перешел на другую сторону и сделал то же самое другой стороны. Подумав немного, понял, что наломал дров и начал исправлять косяки. Отломал прихваченную первую палку и перенес ее на 60 см ближе к камеру. Выставил по магнитам, прихватил тут, там, отпилил болгаркой, все лишнее. А лишним были два куска по 60 см, которые я отступил, когда накосячил. Следующую трубу по углам прихватил через 60 см. Так же по углам и так же на маленьком токе. На таком маленьком, что даже не мог поймать дугу. Но когда поймал, смог прихватить. В точности такую же процедуру сделал еще через 60 см. Не подумайте, что я сделал лестницу. Это не лестница, хотя похоже очень на лестницу, так как есть ступеньки. Перевернул, конструкцию, проварил, тут, там. Варил быстро, чтобы не надоело, потому что сварка быстро надоедает вам. Это так, почему так, сам долго думал, но потом все состроится в одно целое. Смотрим дальше. Прихватываю тут, там. Перехожу в мастерскую. На повестке лента железная, толщина особо неизвестна, но по ощущениям 4 мм. Отмечаю, отмечаю, еще отмечаю. Черчу, черчу, еще черчу. Куски по 7 и по 5 см. Пилю, искры летят вперед, еще пилю, искры опять летят вперед. Не пойму, почему все так любят велить искрами назад. Прожигают себе одежду в районе паховой области. Результатом доволен, но не совсем. Осталась самая муторная. Почему муторная? Да потому что сверлить надо. В отрезках, которые равны 7 см, сверлим по одному отверстию. В 4 делаем отверстие и накручиваем резьбу. Резьбу делаем такую, чтобы вкручивались болты, которые есть. У меня есть 4 болта с гайками. Под них и режем резьбу. Еще в 4 делаем отверстие чуть больше, чтобы болт летал со свистом. С помощью кучи сверел и ступенчатого выполняю эту задачу. Заготовки скручиваю болтом так, чтобы не потерять. Все возможно. И поэтому не упускаю момента, чтобы не потерять запчасти. В маленьких кусочках, тех которых много, сверлю двойное отверстие по 5 мм. Сверлю, сверлю, еще сверлю. Устал сверлить, но сдаваться рано, надо сверлить. Те отрезки, которые по 5 см и те, которые с двумя дырками. Привариваю по периметру равномерно. В этот раз привариваю. Именно привариваю, не прихватываю, потому что я уверен в своей точности в данный момент. Работаю сваркой. Смотрю, что получается. Смотрю и думаю, а ведь и правда получается. Все приварено там, где надо. Все маленькие детали, все большие детали. И вообще, я уже устал говорить. Если кто-то услышит эту фразу, отпишитесь в комментах, как формат такого видео зашел. Посмотрел, полюбовался, взял, пометался на месте, вылез, у него поставил. Поставил в сторонку, достал метаба. Ту метаба, которая пила, торцевая. Включил в розетку. В розетку 220 воль. Достал доску 150 на 20. Обработанную фрезером. Разметил, еще разметил. Разметил два одинаковых куска. Пилю, быстро пилю. Накромсал четыре куска. Четыре одинаковых куска. Убрал пилу, убрал под крышу, так как может быть дождь. Покрасил. Красил очень быстро. Тут, там, потом вон там. И тут, и опять там. Потом там, а потом тут. И вот. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ